Почти год назад в Архангельской областной клинической больнице начал работу перинатальный центр. Здесь в том числе оказывают помощь недоношенным и младенцам с заболеваниями. Моя коллега Юлия Митина побывала в отделении реанимации и интенсивной терапии и узнала, что еще, кроме высококачественного лечения, помогает малышам быстрее идти на поправку. Врачом рассчитывается необходимое питательное вещество, медсестрой процедурной затем набирается все это в единый шприц, и в течение суток ребенок получает все необходимые питательные вещества. Своё питание малыши получают по инфузионным насосам и продолжают жить, как будто в утробе матери. Инкубаторы поддерживают необходимое тепло, влажность и температуру, а данные о состоянии каждого ребенка на ежесекундном контроле врачей. В отделение реанимации и интенсивной терапии поступают дети весом от 500 граммов, причем не только родившиеся в перинатальном центре. У нас есть специальная санавиационная бригада нанотальная, которая обслуживает районы области. Все дети, которые рождаются и которым требуется интенсивная реанимационная помощь, они все поступают по санавиации к нам в отделение. Сейчас самый маленький пациент отделения весит всего 740 граммов. Без контакта с мамой набираться сил и дольше, и сложнее. Поэтому доступ к своим чадам для родителей открыт всегда. В отделении патологии малыши с мамами и вовсе находятся круглосуточно. А если уход нужен вдвойне, в палате можно жить всей семьей. Ну, сын как бы на выправку пошел, лучше ему стало уже. Потому что вы приехали? Может быть, может быть. У нас приоритетно две программы. Это семейно-ориентированный уход и уход, направленный на неврологическое развитие ребенка, потому что все равно малыш, рожденный преждевременно, нужно не просто набрать вес, но в первую очередь ребенок должен жить в комфортных условиях и развиваться далее. А это самое стерильное помещение центра. Кроме операций на сердце, здесь проводят всевозможные операции для новорожденных. Оснащение экспертного класса, а значит, высокотехнологично до мелочей. От столько с двусторонним подогревом до оборудования, которое позволяет оперировать при минимальном доступе к малышу. То есть это маленькие разрезики, ставятся трубочки, и ребенок оперируется. И анестезиологическое у нас тоже оборудование, оно и последнее поколение, поэтому ребеночку у нас обеспечим практически всем. Пребывание в перинатальном центре может затянуться на месяцы. И специалисты знают, нужно не только поддержать здоровье малыша. Не менее важная задача – создать для ребенка и родителей теплую, комфортную атмосферу. Юлия Митина, Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Регион 29.